Ну что, посмотрим, как пойдет у Горовых. Вчера как раз его заменил Гордеичук, но там абсолютно верное решение принял тренер нашей команды. Потому как Данил был просто очень сильно возбужден. Заволновал, переволновался, нахватал, взял, схватил карточку. Просто и мог быть удален в конце концов. Сидея ему еще последнее предупреждение, потом выписал уже устное. То есть не надо было так рисковать, остаться играть в меньшинстве против достаточно организованного соперника. Сидорок выпустил мяч за пределы поля. Спокойно сыграл. Теперь мы играем по ветру. Не то, чтобы совсем по ветру, он здесь такой больше боковой. Все равно он больше в австрийскую сторону дует. Вот сейчас Шанбиев очень неплохо выполнил передачу на Мелкадзе. Жаль, что не на охотную. Георгий сам дотащил мяч до чужой штрафной площади. Там Маликов вступил в борьбу. Сидорок. Ах, о первом движении. Но видно, партнеры не успевали, чтобы первым движением подачи выполнить. Шигарев. Шигарев получилось так, что себе пробросил мяч, но дальше защитник не пустит его. И выпускает мяч за пределы поля, за лицевую линию. 1-0 в пользу Спартака. Это второй тайм. Напоминаю, Кубок Спартака. Играют ребята 1997 года рождения. Вчера мы сыграли с Краснодаром в ничью. Сегодня выигрываем у Рапида. С мяч улетит за пределы. Поле не улетает. Горовых. Как-то все нервно просто. Нервные движения. В остальном-то все в порядке. Вот на спину принял мяч Мелкадзе. Полубояринов. Вот мы ждем передачи хорошие. Передача следует. Мелкадзе. Пас. Упал. Да что ж такое-то. Голевой. Как сказал Владимир Бесчастник. Голевой момент. А вы падаете. В первом тайме это Гордечук. Упал там, когда выходил практически к воротам. А тут втроем против одного защитника. Выходим, падает Мелкадзе. И рукой задевает мяч. Шигарев делает неточную передачу. Контратаку организовывает на наши ворота, получается. Ну и сам же гонит соперника. Оттеснит его к центру поля. В результате фланг все равно был оголен. Туда и пытался ворваться игрок австрийской команды. Однако успел вернуться Сидору. Шанби сыграл не лучшим образом. Вот посмотрите, какие удары. И мяч в воротах. Ой-ой-ой. Четвертая минута. Ошибается наш вратарь. При приеме мяча. И роняет мяч за спину в сетку. 1-1. Вот тебе на 16-й номер. Или все-таки Деннис Босник. Вот 6-й или 16-й это был? Все-таки Фельдман. Вот тебе, да, получили. Из ничего. Не предсказуемо летит мяч. Не будем слишком сильно ругать нашего вратаря. Конечно, это в том числе и его ошибка. Но до этого была сеть ошибок других игроков. Что и привело, собственно, к этому удару. И в итоге к голу. А это воспитанники нашей академии. Там, собственно, поддерживают команду вместе с фанатами. Потому они знают всех игроков. И очень ярко там все получается. Почти 5 минут сыграли в тайме втором. 1-1. Счет уже. Теряю мяч австрийцы. Полубоярина. Горовых. Не добрался до мяча. И Рапид. Командачка-то непростая. Апонг. Вот он мамин. Почувствовали свою силу. Футболисты Рапида пошли вперед. Спартаксу не надо было давать чувствовать, конечно, им эту силу. Но еще есть время. Времени прилично. Надо забить и выиграть спокойно. Матч. Что умеет делать наши ребята. 97-го года рождения. Полубояринов. Не решился делать перевод. Решил его сделать Щербаков. Но мяч тут завис над центральным кругом. Горовых. Потерял мяч. Вернул его себе. Но это если играть все назад. Что-то не забьем больше. Конечно, моменты еще будут. Надо их только создавать. Шамбеев. Сидорок. Спокойно получаем, обрабатываем. И потом создаем себе трудности при передаче. Не сумел. Шамбеев мяч остановить. И пошли австрийцы. Ох, как неприятно сейчас может быть у наших ворот. Прострел. Апонг на него откликался. К счастью для нас не достал. Здесь хорошо поставился полубояринов. Мамин играет налево. Сокол. Щербаков. Еще возможность у спартаковцев для атаки. Хорошая передача. Мелкадзе входит в штрафную. Ну и исполняет. В дальний угол не попал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну как же, ребята. Надо реализовывать моменты. Но в этот раз Мелкадзе хоть не упал. Щербаков вроде бы выиграл мяч, а затем отдал просто его сопернику. Ну и сам же выбил за боковую линию. Моя любовь. 8 минут сыграли во втором тайме. 1-1. Спартак Рапид. Это кубок Спартака для ребят 97-го года рождения. Аут. Шигарев. Будут еще моменты. Был уже сейчас у Мелкадзе. Надо еще и просто забить. Полубояринов. Сидорог. Ну куда же? Ну Егор. Ну. Купас. Шанби. Горовых. Передачу на Мелкадзе надо выполнить. Выполнена передача. Но до Мелкадзе мяч не дошел. Сокол здесь поборолся. Отвоевал мяч. Но дальше полез сам. А с партнером сыграть. Через защитников. Да. Уже выстроились в обороне австрийцы. Уже не пускают. Вот хорошо. Полубояринов. И пробить. Нет. Передача на Маликова. О, в штрафной. Бьет и попадает в шталгу. Сколько еще нужно моментов, ребята. Сколько. Шанби. Уже обстучали все, что можно. Забивать уже пора. Нет. До этого мяча не достать. Просто не догнать. В эту сторону ветер. Ну, поджать бы там соперничек. Горовых скидывает назад. Мамин возвращал мяч на горовых. Шанбиев. Аккуратнее надо. У него есть желтая карточка. У него есть желтая карточка. О, хороший пас. Маликов. Оббежать вратаря. Дима. Оббегает вратаря. Теперь пробить по воротам. Нет никого в раме. Попасть надо. Только нет. Не попадает. Да что ж такое. Или передачу на Седорука сделать. Да все, что хочешь, можно было сделать. Но Маликов не попал в ворота. Да сколько ж можно. Такие моменты упускать. Эх, ребята, ребята. Что же вы делаете-то с нами? Здорово. Полубояринов прокинул мяч. Но он тут придет к вратарю. Мелкадзе. Мелкадзе может... Да, обманул его защитник. Ну и контратака Рапидо. Посмотрите, сколько народу у них в атаке. Прилично. Не все спартаковцы вернулись. Перехватить бы сейчас, конечно. Апонг. Гравых здесь. Мелкадзе. А Маликов был прямо на линии. На центральной линии поля. Если бы ему выполнили передачу, туда он бы убегал. Естественно, один на один. С вратарем просто никого больше не было. Из защитников. Падает полубояринов. Отмечаю обученность всех команд на этом турнире. Все обученные. Все умеют играть в футбол. Надо ускорить игру. Еще один заброс на Маликова. Бежит. Он бежит хорошо, но вратарь здесь выходит. Мяч там даже несет чуть ветром. Это помогает вратарю, конечно, выходить. Вот Гравых успеет перехватить. Нет, пошел в отбор. Не перехватил. Ну и вот здесь острийцы могут ошибиться. Сидорок там напрягает. И вратарь вот здесь. Вратарь не ошибся. Но зато Шигарев здорово играет головой. Кроме него там. Гравых сыграл рукой. Замена. Замена у Рапида. Осталось полтайма, ребята. Чуть больше. Седьмой номер сейчас выйдет на поле. Алекс Собчик. Вместо 11, насколько я понимаю. Вместо Баликчи. Вот и Рапид. Перебрался на нашу половину, но недолго там был. Вместо Баликчи. Вместо 11. Пожел там был Малик Собчиш. Номер 7. Ну и штрафной еще. Ну и не хватало только этого. Трапид вполне нам по силам. Вполне по зубам. Есть команда и посильнее. Есть Минс, который их обыграл. Есть... Блэвек Берн. Оказалось, что и Монако умеет играть. Вот теперь полтайма осталось. Угловой. Угловой. Подача. Голкипер забирает мяч. Кому? Разбегается полубояринов. И убежал на другой край Маликов. С ближним решил сыграть. Мелкадзе. Горовых. Сокол. Он слева. Он пробрасывает мяч Маликова. Тот в офсайде. 17-я минута. Да, буду говорить. Австрийцы успокаивают игру. У нас это, конечно, не устраивает. Но что нам остается делать? Надо забрать себе мяч. И уже пытаться что-то сотворить впереди. Моменты у нас были. Их было достаточно. Для того, чтобы выиграть эту встречу. И плюс еще следующую. Еще одна ошибка. Шанбиев в этот раз ошибся. Вот Сокол здорово на перехвате. Мелкадзе. Ну куда же? Куда же мы торопимся? Куда? Проникновение в нашу штрафную. Но там Шигарев. И Шигарев выносит мяч к центру поля. А здесь даже никто не борется. Такое впечатление, что Рапид стремится к победе. А не мы вовсе. Давайте, ребята, есть еще время. Надо поддавить сейчас. И справиться уже с этой ситуацией. А что там такого было-то? Нормальный игровой момент. Игровой эпизод. Легко поднимется. Естественно, легко поднимается австрийский футболист. Щербакову все-таки вручает желтую карточку. Но просто насколько легко был поднят этот игрок австрийской команды. Понятно, что ничего там не было. Обычный стык. Футбольный. Тыгра. Закричал просто громко, да? Шумный очень. Подождите. А где Спартак? Альбин Гаши. Выбивает мяч Спартаковцы. Полубояринов поборолся. Сидорук в центр. Там такое столпотворение. И передача на Маликова не прошла. И мы опять теряем мяч. Мяч все время у Рапидо в последние минуты, кстати. Забрать его не можем. Ошибка полубояриного. Но там нарушение правил. Берите уже мяч у Апонга. Берите уже мяч у Апонга. Аут. Хоть мяч теперь у нас. Наликов. Он штрафной. Скидывает на Мелкадзе. Мелкадзе в офсайзе. Ребята, что же вы делаете-то, а? Ну просто расстройство одно. Меньше десяти минут играть. Гравы. Мелкадзе. Крестопередача туда, в сторону штрафной площади. Шанби. Сидорук. Нашел Горовых. Горовых замахнулся. Левый убрал под правую. Пробил Мелкадзе в штрафной площади. Обыгрывает защитника и падает. И призывает его арбитр вставать. Сидорук. Штрафной теперь спартакцы пробьются своей половиной. Теперь надо уже вовсю торопиться. Шанби. Кстати, интересно, Шанби будет ли принимать участие в следующем матче. Не знаю, я регламент. Там по подбе желтых крахтах. Слышите, как все наплетает. Проникновение в нашу штрафную. Там разобрался Щербаков. Выносит мяч на трибуну. Не к такой игре мы явно готовились. Вот, смотрите, еще и момент. У австрийцев момент приличный. Сокол. Мамин. Горовых. Передачу отдавали полубояриному в спину. Мы ни одного мяча не поддержали. Не разыграли четко. Но вот сейчас надо сходу хотя бы атаку провести. Маликов может входить в штрафную. Обыгрывает австрийца. Тот выбивает мяч. Но полубояринов. Амилкадзе. Милкадзе в штрафной. Под правый удар в табло. Две замены готовит австрийский тренер. Такой мяч не поймать. Шигарев. Из-за боковой. Еще один аут. Ну, кому бросать-то? Шамбееву или... Ну, Горовых. Милкадзе забегает. Видит его полубояринов. Делает ему передачу. Прострел. Наконец-то! Наконец-то! Маликов ли забил или не Маликов? Какая уже разница? Мяч оказался в воротах. И в 2-1 мы повели. 6 минут. Остается до конца. Я не могу сказать. Забил Маликов. Маликов или там рикошет был от защитника. В динамике разобрать было сейчас трудно. Но, наконец, разыграли. Прекрасная была передача от полубояриного. Давайте запишем этот гол на Маликова. Все-таки он туда ринулся. Он летел за этим мячом. И, возможно, именно Дима дотянулся. И тогда у него будет 3 мяча. Забетых на этом турнире. Ну, по стадиону объявляют, что Милкадзе. Но это не так, явно. Милкадзе не сумел сейчас выполнить передачу. Маликов просил. Падают игроки. Скользят, падают. Полубоярин. Это фолл. Это хорошо. Меньше пяти минут остается. Может быть, судья что-то добавит. Но пока так. Спартак выигрывает. 2-1. Это кубок Спартака. Полубояринов как-то отпустил от себя мяч. Да, дальше. А дальше опять контратака на наши ворота. Ну, втроем. Втроем уже отобрали мяч у соперника. Горовых. Надо выполнить пас на Милкадзе. Так и есть. Тут назад. И вот теперь на Маликова. Маликов не в офсайде? Нет, не в офсайде. Может, просто опоздал сейчас помощник орбиты. В любом случае, этот день уже результативнее предыдущего. За весь предыдущий день было забито 4 мяча. Сегодня за два матча уже 5. Уже 5. Толчок. Хорошо подставился. Подставился Данил Полубояринов. Штрафной. 3 минуты. Шигарев. Что, перевод на Милкадзе? Мяч не долетит туда. Ветер в эту сторону. О, как хорошо выходит из обороны австрийцы. Но, ах, если бы не было сейчас нарушения правил, втроем убегали наши ребята. Содорог выбил мяч за боковую линию. Недоволен бесчастно. Еще один аут. И опять в нашу сторону. Меньше двух минут остается играть. Наконец-то выносим мяч из своей штрафной. Здесь Маликов. Маликов себе пробросил его. И Милкадзе надо выполнить передачу. Только Полубояринов это делает. Милкадзе входит в штрафную. Милкадзе против вратаря. И мяч в воротах. 3-1. Ну, наконец-то. 59-я предпоследняя минута. И Георгий Милкадзе. Милкадзе, ну, вот теперь уж он забил. Это точно. Ну, что же мешало ему раньше-то исполнить так, а? Что же нас заставляете так нервничать, инфаркта-то зарабатывать? Ребятушки. Ребятушки молодые вы. Спартаковские. Полубояринов красавец. Какой пас выполнил, а? Ну, умеет он это делать. И сейчас надо поменять Полубояринова. Получил небольшую травму при выполнении этой передачи. Артем Лялюшкин готов вступить в игру. И вот замену Полубояринов покидает поле на последней минуте. Милкадзе бегут оказывать помощь наши врачи. Надеюсь, что там все в порядке. Ну и 3.1. И сегодня забили мы столько, ну, вместе с Рапидом, сколько за весь вчерашний день. Ну, вот она, та самая группа поддержки, про которую я говорил, состоящая практически из наших воспитанников и нескольких фанатов, которые пришли поддержать команду 97-го года рождения. Ну, что, замена сделана. Одна минута добавлена. Ляля, ляля, сейчас кричат трибуны. Лялюшкин просто вышел на поле. Ну, и Милкадзе, по-моему, сейчас оказали. Ну, вот так вот мяч летит туда и сейчас в сторону ворот Рапида. Милкадзе поборолся. Лялюшкин тоже поборолся. Маликов, штрафной удар. А вот отсюда надо бить. Лялюшкин просит Горовых отдать ему пробить. Но, видимо, Горовых не согласен. Будет бить сам. Здесь надо просто перекинуть через стенку, а мяч сам полетит в ворота. Я повторюсь, очень сильные порывы ветра. После этого раздастся финальный свисток. После этого будет ясно, с каким же счетом Спартак выиграет сегодняшнюю встречу. А то, что сегодня будет победа, уже никаких сомнений нет. Но просто очень много нервов мы, как обычно, затратили. Когда играет наш любимый Спартак? Ничем не важно, какой возраст, в каком соревновании. Премьер лига, там, дубль играет или лига вторая. Вытаскивает мяч вратарь, еще угловой дает судья. Подает седорук, сокол, ну и финальный свисток. Ну что ж, всех с победой. В первую очередь Владимира Бесчастных, конечно. Он, уж он-то точно заслужил. Что всех с победой. Со счетом 3-1. Спартак сегодня одержал победу. Добыл первые три очка. До этого было одно. А теперь четыре. И посмотрим, что же мы дальше комментируем. У нас матч Алексей Золин. Увидимся на стадионе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok